В сегодняшнем утре мы посмотрели анализ социальных сетей, мы посмотрели анализ голосования того проекта, который был запущен, и видим, что есть определенные разногласия. Есть определенные сети, которые голосуют за то, чтобы остаться на площади, есть голосование, которое говорит о том, что переехать на альтернативную площадку, есть голосование, которое говорит, что вообще ничего не будет, поэтому сегодня мы все-таки хотели о чем поговорить. Вот сегодня пришли, вот здесь сегодня жители, или все-таки участники, юридические участники процесса, которые будут работать на ярмарке? И жители, и правительственные. А жители кто? Есть гендерские жители. Вот давайте тогда поговорим. Ну, честно, открыто, без каких-то арктических убеждений. Я Пчеловой. Ганин Петр Михайлович. Я занимаюсь производством и продажей мёда. Занимаюсь уже в этом году девятнадцатый год. Продавать, ну, скажем, и развитием началось именно тогда, когда появилась площадь. Мы здесь, я сейчас точно не могу сказать, но на площади, наверное, лет двенадцать. Люди голосуют не в интернете, они голосуют рублем. Интернет, как таковой, допустим, люди, ну, кто в интернете? Вот приходят сюда бабушки, там, дедушки, или там, даже пожилые люди подъезжают. Они реально сюда едут, и это происходит из года в год. Гранится внутри овощину и животноводство. С мясом вот мы сюда с удовольствием осенью выходим. Потому что на других площадках проходимости нет, потому что народу нет. А здесь всё создано, вся инструкция. Паршрутки, подъезды, из Саратов, выезжают люди, бабушки. Сладкий мир, Липовка, Красноярское муниципальное образование. У меня производство конфеты, печенье, зефир, мармелад. Пятый месяц я не работаю. Мы ярмарочники. Нас 15 лет назад приучили к ярмаркам, именно к площади. Мы оставляемся в Саратове, ездим в Москву на ярмарку. Здесь на ярмарке стоим постоянно. Только живем ярмаркой. В сетя мы не можем попасть, потому что малое предприятие не может потянуть такие объемы, как работают большие предприятия. Что нам делать? Нет, мы сейчас не ведем речь, что закрыть ярмарку. Мы сейчас с вами... Другая площадка. Да, мы сейчас говорим о том, что в принципе другая площадка может работать. Вот я и объясняю. Вот смотрите, мы для этого сделали изначально замер по общественному мнению. Вот сегодня мнения разошлись. Один замер говорит, что можно переехать в другую площадку. Другой замер говорит, что можно остаться здесь. Поэтому мы сегодня с вами и разговариваем все-таки. Наш покупатель, который малоимущий бабушки, они не голосуют в интернете. Однозначно. Они просто идут покупать дешевый продукт. Продается все дешевле, чем в магазине. Мы с вами почему сегодня встретились? Вот именно из-за этого, что здесь люди и в выходные, и днем, и в будни гуляют. И запрос именно пошел от этих людей. Они говорят, что мы гуляем, но убраться вовремя хорошо не получается. То есть у нас место социокультурный центр. У нас мы сейчас находимся, мы фактически в парке. Площадь, детский парк. У нас получается реакционная зона. И жители наши обратились. Ну давайте попробуем, пообсуждаем. Может быть эту ярмарку недалеко отсюда перенесем, А здесь расставили акреацию. Нет, 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 нет. Нет, я еще раз. Почему вообще посыл пошел? И другой посыл. Зима, площадь. Сделать зону комфортного отдыха. Котки, горки, аттракционы и так далее. И ярмарка. Вот эти вещи мы только поэтому с вами встретились. Если бы у нас такой общественной задачи не было, мы бы оставили все как есть. Меня зовут Юля. Рыба-добыча. Путь рыбака. Во-первых, будет очень неудобно. Понимаете, здесь контингент бабушки. Вы поняли? Они не будут ездить. У всех бабушек, даже с Саратова у нас клиенты, у них проездные. Я вот как бы вчера повторюсь еще раз. Они приехали вот сюда к Лазурному. Дошли сюда со своими тележками. Купили свои продукты, сели и уехали. Вот представляете, сколько им нужно перекресток перейти до того, например, Нестерова. И там что-то купить. Это очень даже неудобно. Просто неудобно. То есть вы говорите о том, что то место альтернативное голосование с точки зрения транспортной доступности неудобно? Неудобно. Понятно. Неудобно. То есть если решить эту проблему... Неудобно. Не, если эту проблему условно, тогда ее можно поставить как задачу? Почему не рассмотреть, если такой вариант, как мы предлагали в том году лицо города Самара, крупнейшая площадь Европы, проводит такие же яблоки, сохраняет лицо города? Почему не рассмотреть такой механизм работы как? Если контролирующий орган, как допустим, такого я делаю, чтобы машина заезжала на чистое место и уезжала по госпитту с чистого места. Мы готовы убирать из-за того, мы готовы это делать. Никаких ни масла, ни пятен, ни чего не будет. В том году мы предлагали, нас нигде не услышали. Потом в интернете ходе не будет, что мы оставляем мусор. Я из Галии Валентины, я официальная дистрибьюти в Саратском горонофабрике. Наш товар самый востребованный. Вот все сидящие скажут, вот мы приезжаем в 8 утра, еще не выложить, у нас уже очередь. И до 2 часов ежедневно у нас очередь. Мы вот берем 3 раза в неделю на фабрике получаем и все реализовываем. Вот привезем 30 мешков, мы все продаем. Сейчас вопрос эксперимента. Все говорят, что если нас перенесут, я понимаю, все настроение. В чем сейчас такое опасение ваше, что если мы поменяем дислокацию, никто не придет. Понятно. Ну хорошо, а тогда мы сможем с вами так вот партнерски обсудить, все-таки чтобы все взгляды рассмотреть на вещи с обещаниями, так скажем. Сознать эксперимент на какое-то время, которое мы с вами договоримся. Послушайте. Сделать, исходя из того направления голосования, перенос. Если тема работать не будет, мы с вами встретились, также поговорили, вот так же под камеру. Мы публичная власть, мы публичные обещания даем. Если эта тема не работает, мы все проговорили, уважаем власть, договорились, не сработано. Товарооборот снизился, мы ожидали годами, у нас был один, товарооборот сейчас другой. Поэтому возвращаемся на место. Мы говорим, хорошо. В связи с тем, что мы с вами публично об этом договорились, возвращаемся на то место, которое есть. А кто будет экспериментом? Вот, например, у нас рыбодобыча, мы добываем рыбу. Это скоропортящий продукт, так же, как и мясо. Оно пропадает быстро. Люди не пришли, не купили, им неудобно. Мы куда этот товар будем девать? Вот просто. Куда мы будем девать? Ладно, мы сложили в холодильник на следующий день. Мы не имеем права, мы уже испортим. Вы путь рыбака? Путь рыбака. У вас есть холодильный стол? Есть. Чем вам помешает, похоже? Ну, понимаете? Как покупатель смешанного. Сейчас вы куда леваете? У нас люди такие, они нюхнут, они ее кругают, чтобы рыба, она прыгала, чтобы она была живая, эти жабры были розовенькие. Та рыба, которая уже не дрыгается и не шевелится, но мы, честно, это не считается свежая рыба. То же самое мясо. Они любят, когда вот рубили, положили и они купили. Мы правильно говорили, я еще раз говорю, поэтому это потом, когда мы встретимся после эксперимента. Честно, мы не будем экспериментировать. Послушайте. Мы не будем экспериментировать. Мы с вами рублю. Мы просто, да, вот мы все здесь собрали. Мы экспериментировать не будем. Правильно. Я с вами платит. Нет, если вот мы исходим из вашего посылка, нечего и встречаться. Мы только здесь. Рыба должна наш продаваться, никаких других вариантов нету. И все, и нечего больше обсуждать. А там смысл, что мы с вами встретились. Вот ваша позиция такая, очень достаточно такая, правильная. Это наш бизнес. Мы должны торговать. Рыба должна прыгать. Дело не в бизнесе. А мы говорим с вами о другом. Послушайте. А мы с вами говорим, что мы должны учесть интересы всех людей. Я многозетная мама. У меня четверо детей. У меня взяты кредиты, скажите, мне кредит оплачивать. В данный момент, в этом году нечем. Если вы ее откроете, мы не сможем тут и как-то оплачивать кредит. Вы понимаете, это вверх. У меня не маленький кредит. У меня вообще не просто кредит на скотину взятый. Я не спросила, что они не стоят. Чем нам заплатить, вы понимаете? А когда ко мне врут корректоры, допустим, чем вы будете его оплачивать? Вы ничего не закрываете, девушка. Вы ничего, что у вас за что-то выживаете? У меня просто уже нервный стресс. Мы по месяцу уже не знаем, чем его платить. У одних не заняли. У других занят. Чем вы будете выплачивать этот кредит? А мы развиваем сельское хозяйство. Мы стараемся, чтобы скотина нас нашла, чтобы город кормить этой скотиной. У меня просто уже гердные срывы, два месяца вот этих сельских работают. Они молодая семья. У нас так же, чем для детей. Я уже не знаю, что мне делать. У меня уже безвыходное положение. Мне уже и Москву предлагают во Францию. Какая Франция? Какая сельское хозяйство во Франции даже? Как я на это это Франция? Да, у меня такая жизнь. Я взяла ипотеку купить. И сейчас нечем платить. В пятый месяц не работаем. Все нервные, ругаемся. Потому что надеемся на эту яркую. А уже сил нет. Чем платить ипотеку? Просто надо войти в нашу площадь. Мы привыкли, что здесь всегда у нас народ. Всегда торгуем. И у нас это всегда было стабильно. Мы сейчас услышали все ваши. Приложили эксперимент. Я так понимаю, что предложение по эксперименту у вас не... То есть пока только своя позиция. Понятно. Мы, как публичная власть, еще что должны сделать? Чтобы понимать не только. Давайте только затягивать не будем. Соберем общественную советную тему. Вас тоже пригласили, чтобы не было каких-то. Давайте пригласим совет Энгельского района. И их тоже послушаем. Вы же не против? Нет. Мы же должны это сделать. Тогда... Тогда нет. Я думаю... Затя... Давайте в процессе ярмарку откроем, а потом будем решать еще. Ярмарку откроем, а потом в процессе будем решать. Перенести проблему-то нету. Давайте так. В понедельник собираем общественные советы. Мы дешевле. Ну вот, да. Слушай, и в понедельник же принимаем решение. Дмитрий Валентинович, сейчас идет пора заготовки. Мы на самом деле приводим. Ну, мы ходим в дожди. Хоть как раз. Представляете, сейчас через три недели пойдут дожди, слякать и грязь. Все. А у нас, ну, постоянно остается картошкой торговать там какой-то месяц. Вы предлагаете открыть сегодня. А если... Тогда подождите, давайте по-честному. А если все-таки общественный совет и общественность примут решение переноса, вы переехите? Да. Ну все, тогда до понедельника, хорошо, спасибо, встречаемся в понедельник, 18 веков. Вот, вот здесь, вот, 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 вот альтернатива, мы находимся, ну грубо говоря вот здесь, у ярмарка вот здесь вот, вот она, вот там. А где будет? А вот предполагается, альтернатива. И получается сколько метров? 300 метров, вот если брать, это доступность жителям, ну вот, то есть мы вычитывали маршрут, и ближайшие, если идти им сюда, и идти сюда, разница 300 метров. Продолжение следует...